МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель Дворца молодежи Валентин Бойко и почутный член Президиума Омского союза карате Владимир Сельский. То, что ребята занимаются этим видом спорта, это говорит о многом. Вот на подобных зарядованиях они не только совершенствуют свое физическое мастерство, они прежде всего укрепляют свой характер, готовят себя к будущей жизни. А практика показывает с сегодняшнего дня, что нам еще долго предстоит показывать и отстаивать свой характер, и отстаивать свои позиции. Благодаря помощи друзей, помощи соратников, ну и ветеранов, КРТ живет, будет жить, будет процветать, будет становиться еще сильнее, как вид, более будет привлекательным. В плане того, что скорость, координация, выносливость. Ну и самое главное, пожалуй, что дисциплину внутреннюю воспитывает у каждого ребенка. Гости и участники соревнований возложили цветы к портрету Николая Бойко. На татами спортсмены стремились действовать в динамичном, волевом и технично-интеллектуальном стиле, формирование которого внес свой вклад Николай Бойко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень хороший турнир. Я тут поддержал очень много красивых побед. В финальном бою я старался раздергивать соперника и взять его ногой в корпус. У меня был сильный настрой. Мне тренер говорил бить кизамецкий чудан и бить потом Йоко Герри. У меня все хорошо получалось и победил. В состязании каратистов старше 14 лет отличились Иван Курамшин и Семен Грачев. В этом сезоне оба спортсмена нацелены бороться за медали чемпионата и первенства страны. Для меня эти соревнования очень значимы. На них я готовлюсь к первенству России. Мои тренировки проходили на базе регионального центра спортивной подготовки. Я рад, что мне удалось реализовать те наработки, которые я готовил на тренировку. Это малаши в корпус и броски. В конце марта все сильнейшие омские каратисты выступят во всероссийском турнире в Новосибирске.